И в продолжение темы поддержки российской армии о благотворительном концерте в Новосибирске 21 ноября с участием Сергея Полунина, всемирно известного артиста балета и актера Игоря Петренко, который тоже не нуждается в представлениях. Пожалуй, впервые на сцене филармонии будет балет, а оркестр разместится в зрительном зале. Многое будет на этом концерте впервые, но главное, артисты в данном случае выступают без личных гонораров. Подробнее об этом Михаил Симонян, известный российский скрипач, дирижер, продюсер, в данном случае организатор концерта. Михаил Шотович, здравствуйте. Добрый день. Вы не только участник этого концерта, ваше имя в афише, но вы его организатор, продюсер. Вот как появилась идея пригласить Новосибирск Сергея Полунина и Игоря Петренко? Чья инициатива, кто на кого вышел, как говорится? Большое спасибо, что пригласили, очень приятно. Здесь даже не вопрос приглашения в Новосибирск. Сергей сам вышел с этой инициативой. Мы встретились в Москве с нашими коллегами из администрации президента тоже. И мы придумали такую акцию всероссийскую, где пройдут серии концертов в поддержку армии. Идея состоит в том, чтобы показать, что артисты такого уровня вместе с государством, вместе со своей армией разделяют позицию, разделяют точку зрения. Ну и понятное дело, что чья-то задача состоит в том, чтобы быть на передовой. Наша задача здесь, в тылу, обеспечить все, что мы можем сделать. Ну и, конечно же, на этой встрече, я говорю, слушайте, ну все-таки вот к Новосибирску имеем отношение непосредственно. Я говорю, давайте покажем старт этой программы. Здесь у нас, в Новосибирске, мы обратились с этим предложением к губернатору, к Андрею Александровичу, и он нас поддержал. Я поддержал практически во всем, потому что практически все ресурсы в этот день филармонии, других организаций будут задействованы на то, чтобы на безвозмездной основе помогать. Артисты выступают без гонорара. И Игорь Петренко, и Сергей Полунин, и все собранные средства с билетов пойдут на нужды армии. Вот и Сергей Полунин, и Игорь Петренко, мы знаем, это не только уникальные профессионалы своего дела, но известны в своих гражданской позиции. Полунин родился и рос в Херсоне, сейчас директор театра оперы и балета Севастополя. Я вижу Россию на стороне добра, заявил он в одном интервью еще несколько лет назад. Игорь Петренко в марте этого года подписал обращение в поддержку спецоперации на территории Украины. В сентябре выступил на концерте своих «Не бросаем», который прошел по итогам референдумов. Вот поэтому, наверное, не случайно, что именно эти артисты, эти люди будут участвовать в концерте. Конечно. Я надеюсь, что таких людей будет гораздо больше. И мы покажем в Новосибирске, что таких людей очень много. Именно по культурной, назову это вахте, в культурном направлении таких людей очень много, которые поддерживают. И подобные мероприятия, подобные проекты – это очень хорошая платформа, на которой каждый артист может высказаться. И показать своим участием, что я со своим государством, я со своей армией. В какой последовательности будет концерт? Сначала балет, потом художественное слово. Они же не вместе будут, Полунин и Петренко. Вы, интересно, задали вопрос, потому что буквально вчера мы были в долгих дискуссиях о том, как это правильно сделать. Несколько направлений новых публика увидит в этот раз. Во-первых, рассадка. В этот раз филармония выступит в роли практически театра, потому что оркестр будет сидеть внизу, и первый раз это будет происходить. То есть это будет полноценное театральное действие. Когда в оперном театре мы видим, что симфонический оркестр сидит в яме, здесь симфонический оркестр, мы убираем первые четыре ряда. У меня был этот вопрос, я прошу показать на экране план рассадки той, которая будет, рассадка зала, первые четыре. Вот вы видите, вот это будет оркестровой ямой, и это будет полноценная, еще раз повторюсь, театральная постановка. Художником по свету на этом проекте будет Давид Мизаген. Давид Мизаген – это тоже один из хедлайнеров этого проекта. Это бывший художник по свету, который работал с группой Би-2. И именно он высказался с такой гражданской позиции в поддержку нашего государства. И он был уволен после этого. Он будет художником по свету этого проекта. И прозвучит премьера части симфонии нашего великого соотечественника, великого композитора Алексея Рыбникова. И после этого мы увидим балет нашего знаменитого, нашего великого, нашего, одного из лучших русских композиторов Игоря Стравинского. Я думаю, что это, на мой взгляд, одно из самых именно русских произведений, которые показывает именно русское язычество такое. И в конце будет несколько сюрпризов. Самому балету ему действительно больше 100 лет. В 1913 году в Париже была его премьера. Но это балет, он же там... Вот и Сергей Полунин, это соло-балет. Он будет один на сцене или несколько? Он будет один. Он будет один. Это тоже первый раз? Или он выступает? В его репертуаре есть балет на музыку Стравинского «Весна священная». Да, это его постановка. И он своим персонажем покажет публике, в чем его идея этого балета. Вот Сергей Полунин был приглашенным артистом нашего театра оперы и балета с 2012 по 2016 год. То есть в Новосибирске выступал много. В филармонии, наверное, действительно первый раз. То есть для артиста балета это какие-то дополнительные сложности выступать на нетеатральной и непривычной сцене концертного зала или нет? Ну, начнем с того, что Сергей, он очень гибкий артист во всех планах, во всех смыслах этого слова. Но да, для филармонии это новый формат. И мне кажется, что это даст новый старт иным проектам, которые будут проходить на филармонической площадке. Это могут быть полноценные оперы, это может быть балет. Понятное дело, что в театрах это гораздо более масштабно, это декорации. Но мы проверим этот формат, мы посмотрим. Если это получится, то мы будем уйти в этом же направлении. Себя еще уточню. Первые четыре зала, ряда оркестров, то есть кресла будут убраны или на них будет оркестр? Убраны. Убраны, да. Вы как дирижер, вы как дирижер или будете и на скрипке исполнять что-то тоже или как дирижер? Нет, в этот вечер же дирижер. То есть вы будете стоять спиной к сцене перед оркестром, перед залом? Спиной к залу, лицом к сцене. Лицом к сцене. А, вот так, то есть где-то вы в районе пятого ряда. В районе пятого ряда, да. Это для вас необычно, непривычно тоже в первый раз или нет? Это все у нас для этого, в этот день у нас все будет в первый раз. Это прям такая премьерная программа во всех смыслах. Хорошо, Михаил, скажите, пожалуйста, вот с тех пор, как изменилась ситуация в мире, как проходит спецоперация, изменилась и карта гастролей. Вот известно, что многие российские артисты и коллективы лишились возможности выступать за рубежом, вот в недружественных странах, как мы их называем. Но появилась возможность уделить больше внимания российскому зрителю, сибирскому в том числе. Это мы видим, какой разнообразный культурный календарь сейчас у нас. И белый фестиваль проходит, 100 лет джазу, много джазовых коллективов приезжает. В фестивале Эдуарда Артемьева был концерт, который 21 числа будет. В художественном музее напротив, какие выставки проходят. То есть мы видим, что с учетом времени, может быть, меньше какой-то развлекательной культуры, но много серьезной такой культуры, такой плотный график. Вот вы заметили, что больше культурных событий стало в регионе или нет? Вы знаете, я скажу так. Спецоперация, она во многих смыслах спецоперация, потому что, наконец-то, мы все можем уделять больше времени. И тратить больше времени на то, чтобы быть здесь, со своей страной, быть здесь, со своим народом. Кто-то уехал за границу, посчитав, что те ценности и те небольшие, может быть, гонорары, можно поменять на свою родину. Это неправильно. Потому что тот бумеранг, который состоит из кармы, он обязательно вернется обратно. Я сам прожил много лет, когда я уехал отсюда в 1999 году. Сколько лет? Да, я 13 лет провел на Западе. Какая бы внешняя картинка ни была о том, что там хорошо, там здорово. И действительно, есть моменты, в которых не нужно завидовать, нужно учиться. И это правильно. Но родина есть родина. И это здорово, то, что такие серьезные артисты, как Полунин, будут сейчас уделять больше времени своей стране, не ездя по разным странам. Потому что, смотри, во многих театрах, если хотят качества, приглашают русских артистов. Опера, оперное направление, это практически 90%, 80% это русские оперные артисты. Балет. Балет. Мы. А сейчас это все будет здесь у нас. Это здорово. Вопрос государственной поддержки этого всего, это да. Но здесь мы видим, что на федеральном уровне даются все возможности. На федеральном уровне сделан грант, президентский грант фонда, фонд президентских грантов культурных инициатив. Есть гранты Министерства культуры, федерального, регионального Министерства культуры. Посмотрите, сколько Минкульт тратит время на поддержку интересных проектов. Поэтому возможности сейчас для молодых артистов есть абсолютно все. И здесь у нас. А ваши какие ближайшие планы проекта для новосибирского зрителя, о которых можно сказать? Один хороший проект будет очень буквально через несколько дней после 21-го числа, 24-го пройдет премьера такого композитора Алексея Чернакова. Это наш с вами земляк, который победил на конкурсе «Партитура». Это один из самых престижных конкурсов молодых композиторов. Он из Новосибирска. И он специально для нас написал, для нашего коллектива, оркестра Камерата, он написал произведение, которое называется «Духом сильный народ». И посвящен это воинам-сибирикам. Это будет филармония, да. Вот вернемся к концерту 21 ноября. Еще раз напомним, что все средства, собранные от продажи билетов, будут отправлены в поддержку российской армии, солдат, участвующих в спецоперации. Михаил, вы выступали в Херсонской области перед военнослужащими. Расскажите, как это было. Ощущения разные, когда со стороны, со сцены концертного зала выступления и вот там. Не первый раз лично мне приходится быть в зоне военных действий. Вы это знаете. Это непередаваемое ощущение, когда есть малая возможность сделать что-то хорошее, что-то приятное для ребят, которые нас защищают. Представить этим людям хоть несколько минут, но минут того времени, когда они могут погрузиться в себя, послушать хорошую музыку, перевести внимание на какой-то позитив. Это просто непередаваемое ощущение. Какая музыка была для них, кстати? Мы играли русские и зарубежные произведения. Это было круто. Я очень надеюсь, что, кстати, вот этот проект 21 числа, еще раз повторюсь, все собранные средства пойдут на нужные армии. И мы хотим втроем этим же составом, после того, как мы с Министерством обороны проговорим, что мы покупаем, что мы везем, поехать и передать втроем туда. Спасибо. Михаил Симонян был в эфире сегодня на нашем программе. Михаил, вы можете пригласить зрителей на концерт в эту камеру. Дорогие друзья, 21 ноября в 19.00 концертный зал имени Арнольда Каца пройдет концерт в поддержку российской армии. Выступит Сергей Полунин, Игорь Петренко, фестивальный симфонический оркестр. В этот раз вы увидите много новых лиц. Будут музыканты, приглашенные из московских оркестров, из Санкт-Петербурга. Это сделано для того, чтобы действительно показать нашу гражданскую позицию. 19.00 концертный зал Каца, балет «Весна священная» Игоря Стравинского. Очень вас жду. Игорь Петренко, фестивальный симфонический оркестр.